История наша, ну, наверное, как у очень многих родителей. У нас были сложные роды, и вообще, как бы, получилась родовая травма. И впоследствии этой родовой травмы мы уже 5 лет боремся с нашим заболеванием, детский церебральный паралич. И сейчас мы ходим в этот центр. Нам здесь очень нравится, потому что здесь и дети, общение с детьми. То есть социализируется ребенок, да, приучаем его к тому, что не просто мы дома живем с мамой, с папой, а то, что мы общаемся, как обычные детки, такое ощущение, что мы ходим в детский сад. Поездки сюда по душе и пятилетнему Артемке. По словам Фаины Гантимуровой, он стал общительней и активнее. Психологическую поддержку здесь получают и мамочки. Делятся опытом, проблемами, радуются успехам детей сообща. С маленькими забайкальцами с инвалидностью в школе для слабослышащих детей работают уже второй год. За это время помощь получили 106 детей, страдающих эпилепсией, детским церебральным параличом, синдромом Дауна. Но с сегодняшнего дня на базе школы официально работает Центр образования для детей-инвалидов. Если раньше помощь оказывали совсем еще малышам, то теперь будут заниматься и с детьми постарше, вплоть до школьного возраста. Это помощь, это реабилитация, это коррекция нарушений, это педагогическое и психологическое сопровождение ребенка-инвалида. Мы будем использовать самые современные методики в работе с этими патологиями. Уже в ближайшем будущем в Центре откроется группа временного пребывания, где родители смогут оставлять детей на 3-4 часа под присмотром воспитателей. Это одна из мер психологической разгрузки родителей. Кроме того, здесь обучают мам парикмахерскому искусству, нанесению макияжа, работает швейная комната. У педагогов и родителей общая цель – помочь детям с ограниченными возможностями адаптироваться в обществе. Для семей с особыми детьми важно понимание, что в своей беде они не одинокие и всегда могут получить поддержку. Здесь всегда царят тепло, любовь и терпение. Маму буду радовать я, пусть мама радуется самим, а мама моя, моя самая лучшая и дорогая. Катерина Гудкова, Лев Нескромный. Время новостей.